привет мои любимые я решил обновить а свою инструкцию по сайту тут от баланс исправить некоторые ошибки и самое главное дополнить то есть мы еще посмотрим на плагин для этого сайта и рассмотрим дополнительные ошибки которые могут у вас возникнуть при работе с этим сайтом вы меня понимаете сначала заходим на этот сайта dota2 launch.com ссылка на сайт будет в описании этого видео на youtube зашли на сайт вот мы видим у нас сайт слева у нас сделки торговля справа у нас ставки далее нам нужно зайти через steam справа вверху мы видим зайти через steam нажимаем если вы уже заходили на этот сайт у вас будет просто кнопка да войти если вы в первый раз заходите у вас здесь будет логин и пароль вводите логин пароля steam а можете не бояться мы находимся на steam комьюнити это официально это сайт от steam поэтому здесь безопасно и заходим на сайт теперь нам нужно настроить свой профиль но сначала мы глянем на довольно интересную сделку кто-то предлагает он коммунку на урсу замен всего лишь на 8 дк хуков ну конечно это по фану никто ему этого не даст но до надежда она переходим в профиль и здесь у вас будет написано ad url ad url кнопки да если вы первый раз зашли на сайт нам нужно добавить ссылку для обмена для этого мы открываем steam переходим а инвентарь нажимаем предложение обмена листаем ниже переходим кто может отправлять мне предложение об обмене понимаете да и смотрите если у вас в этих местах стоят красные восклицательные знаки значит у вас стоит приватность а инвентаря вы не сможете сделать обмен и использовать сайт dota 2 launch для этого нужно перейти по этой ссылке редактировать настройки приватности потом видим инвентарь и должны поставить сюда вот галочку и открытый и жмем сохранить изменения в итоге у вас будет написано настройки приватности вашего инвентаря открытый значит теперь все правильно когда вы это все проделали нам нужно скопировать данную ссылку можно ее создать заново то есть она будет сгенерирована снова скопировали ссылку обратно возвращаемся на сайт нажимаем ad url вставляем change ad url вставляем change все самое главное мы сделали теперь давайте перейдем к остальным функциям этого сайта мы будем делать акцент на ставке и немножечко я вам расскажу про сделки там ничего сложного нет да вы сами потом можете посмотреть но во первых смотрите а если перейти по ссылке мои сделки здесь вы увидите активные сделки чтобы добавить сделку нажимаем сюда добавить сделку и здесь мы уже выкладываем какие свои вещи на что мы хотим обменять например ункомонка на рарку все добавить сделку ничего сложного в этом нет а потом у вас если вы перейдете в свой профиль у вас здесь будет истории торговли а когда уже вы сделку выложили и в итоге все прошло успешно то есть человек дал вам предметы вы дали свои этого здесь будет типа а история архив запомнить это место вот мы видим да разные у нас сделки идут очень разные очень хорошие сет на джиггернаута но самое главное это ставки 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 опять же мы можем перейти по этой ссылке мои ставки здесь отображаются только активные ставки и опять если мы перейдем в профиль мы можем увидеть историю ставок ну об этом чуть позже смотрите давайте мы прямо сейчас делаем ставку я вам объясню как это все делается и как считается коэффициент переходим на главную страницу и мы видим вот у нас справа панель до ставки from now то есть это турниры не турнира это матчи которые скоро будут здесь у нас название турнира то есть через восемь часов будет следующий матч потом через десять часов через одиннадцать чуть ниже у нас эйджо это уже прошедшие матчи давайте мы прямо сейчас сделаем ставку на этот матч и я потом сделаю на этот отдельно уже все заходим то есть на главной странице нажимаем на матч и попадаем на страницу этого матча теперь давайте все здесь рассмотрим подробно через восемь часов через сколько будет матч best of 3 то есть до двух побед ну это время дальше название команды nip nip это по-моему наталья ищет парня да там по-моему ну я не помню честно я не следил за этой команды но это по-моему так называется да и pr power rangers ниже это процент ставки на победу то есть 76 процентов людей поставили на победу nip и только 24 процента поставили на победу pr невозможные выигрыши вот самое главное что нас интересует вот эти вот места вот это место и вот это вот это и вот это это коэффициенты теперь давайте я покажу как это делается ну давайте еще немножко рассмотрим правее мы видим 23 тысячи человек поставили 80 тысяч вещей ниже последние 30 ставок мы видим просто какие делали ставки вот вы видите 30 ставок теперь в этом блоке мы видим все ваши предметы это все мои предметы которые находятся у меня в инвентаре и которые я могу выставлять на продажу заметьте предмет дешевле 0 3 центов он не появляется в этом блоке то есть dota 2 launch не ну не работает с предметами которые дешевле 0 3 цента все поднимаемся вверх и давайте сделаем ставочку для начала нам нужно будет выбрать команду смотрите например а ну про команду это чуть позже поставим например таким вот образом таким вот образом ладно сначала вам расскажу про отбор здесь нас есть самое главное это отбор можно как по редкости ну или по качеству да как по герою и самое главное дубликаты это офигенная фишка то есть я первую очередь вам советую ставить дубликаты само собой потом смотрите мы же будем делать ставку например я хочу поставить коммунки которые стоят 0 3 цента оп и оп поставил теперь что мы видим внутри некие то вообще бомжусские давайте еще парочку поставим вот мы видим что наш выигрыш будет 0 4 цента если мы поставим на нип но если мы поставим на pr у нас будет выигрыш 37 центов понимаете то есть до точки это доллар после точки это идут центы здесь деньги всегда будут в долларах что это значит во первых 0 12 это сумма ваших предметов вот видите 0 0 3 0 0 3 0 0 3 это все суммируем получается в итоге 0 целых 12 центов то есть 12 центов грубо говоря это то что мы поставили дальше мы видим коэффициент он рассчитывается от процента ставок то есть чем больше людей поставили на эту команду например там 80 процентов чем ниже будет коэффициент денег которые вы получите это логично правильно поэтому всегда максимально эффективно когда вы ставите на ту команду где меньше процент на победу но здесь больше шансов что вы вообще ничего не выиграете то есть у нас есть коэффициент и теперь сумма наших предметов она умножается на это коэффициент и получается такое у нас число в итоге то есть получается у нас 4 цента 0 4 цента это сумма на которую мы получим предметы выигрыш то есть грубо говоря мы получим всего лишь один предмет если выиграет команда ниб мы получим один предмет на стоимость 3 0 3 0 4 цента вы видите вот 0 4 нам например может выпасть такая унка монка вот такого там меч то есть это не выгодно да но если они выиграют это стопроцентный будет и там но но если мы поставим на pr все эти вещи мы получим 0 37 центов это пол доллара понимаете я не хочу там переводить на рубли ну допустим 0 37 сколько это будет ну рубли 25 ну грубо говоря почему потому что видим маленький процент на победу и высокий коэффициент 3 1 то есть 0 12 умножаем на 3 1 получаем 0 37 давайте я прямо сейчас на калькуляторе почитаю чтобы быть точным 0 12 я умножаю на 3.1 получаю 0 37 2 правильно 0 37 то есть 0 37 это довольно большая сумма за такие комонки да за самые дешевые вещи и вы видите что вот например рарка на тине у меня стоит 0 0 7 а здесь будет 0 37 понимаете то есть но очень много мы можем выиграть на эти деньги мы всегда будем получать предметы на эту сумму сначала там идут в основном например там рарки мистикал если у них такая сумма большая потом уже добавляется комонки ункомонки было бы очень выгодно мне поставить на pr но в данном матче конечно шансы просто настолько низкие ну все я думаю вы здесь все поняли да я думаю вы здесь поняли смотрите на кого ставить вот мы смотрим играет не против pr ниже давайте глянем какие игры играли pr у нас до этого вот пр 40 процентов пр проиграли пр выиграет смотрите они кого-то выиграли да но не не по не помощи не играли здесь но команда довольно сильно я знаю команду не а вот она она ведь они уже они выиграли vp virtus pro но любом случае вся суть том да чем больше вы рискуете тем будет с вашей победы поэтому мы ставим на pr не обязательно ставить кстати да максимум вы можете поставить четыре предмета больше поставить нельзя но можем поставить например два зачем ставить 4 давайте поставим 2 на pr и выиграем мы за два предмета который можем потерять 0 6 центов бесполезные предметы мы можем выиграть 0 19 понимаете а это довольно хорошая сумма зато хорошие предметы можно получить все выбираем команду нажатием потом сумма наших ставок 0 0 3 цента 0 3 цента получается 0 6 коэффициент умножается на сумму во 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 я забыл про коэффициент очень важно смотрите здесь отображается коэффициент в зависимости от текущего процента но смотрите коэффициент может поменяться до начала игры потому что ставки заканчивают принимать когда игра начинается то есть сейчас мы видим да что я могу получить 0 19 ну 19 центов я могу получить да то есть я могу отдать 0 6 центов получить 19 центов но через 7 часов может все измениться и например будет 50 на 50 процентов тогда я получу гораздо меньше денег понимаете тоже это очень важно учесть что коэффициент всегда меняется зависимости от процентов вплоть до начала игры потом замораживается и ставки делать нельзя фух много мы с вами должны рассмотреть много ну и все в принципе выложу предметы сделать ставку смотрите что дальше все теперь к нам стучится бот вы видите вот ожидание смотрите я открываю steam сразу же появляется уведомление нас уведомляет нажимаем на уведомление обмен предложено обменов предложено и вот мы видим да что нам предложил бот для безопасности можно глянуть код защиты 8 до 8 0 вот он нажимаем ответить на предложение то есть мы в любом случае всегда перед любой ставкой так подождите секунду но ты ерунда кто-то пожаловался на бота но я говорю это платформа проверенная бот этот не обманет так вот мы ты перед любой ставкой всегда отдаем свои вещи боту и уже потом после результата он или возвращает или не возвращает или возвращает вместе с призом а нажимаем подтвердить обмен да в любом случае это подарок потому что мы замен ничего не получаем данный момент и отправляем теперь смотрите нам также нужно будет подтвердить обмен через почту на которую у вас зареган steam я думаю это вы сделаете сами я не буду палить свою почту то есть к вам сейчас прям на почту пришла ссылка нужно зайти на почту и нажать подтверждение все я перешел по ссылке из почты да и подтвердил обмен все видите здесь теперь все наша ставка активно мы в любой момент до начала матча вот мои ставки заходим видим наши ставки можем сменить команду то есть ставили на pr можем переставить на них любой момент до начала матча так что у нас теперь дальше теперь дальше что у нас теперь дальше переходим на главную страницу и смотрите прошлом видео я показываю как я делаю ставки на две команды до не две команды а два матча это альянсы против вега там было две игры и на эту ставил альянсы против вега смотрите бывает такая ситуация как тут заходим в этот матч я сделал ставку но в итоге да нам вернули вещи и нету победителя почему это или потому что была ничья или потому что этот матч перенесли то есть в итоге я делал ставку на альянс само собой я не делаю практически никогда ставки на больший процент я делаю почти всегда на На меньший процент. Где он Альянс, к сожалению, перенесли матч или была ничья. Я не смотрел. То есть мне эти вещи вернули. Смотрите. И также я делал ставку на этот матч. Естественно, я выиграл. Выиграл. Естественно. То есть, но когда я ставил, у Альянса было 30%. У Бега было 70%. Перед началом матча, видите, у Альянсов стало 40%. То есть я в итоге получил чуть меньше, хотя мог больше получить. Давайте посмотрим, что же я получил. Моя ставка была маска на шейкера и вард на пугну. Мы жмем на профиль и заходим в историю ставок. Мы видим. Вот у меня на этом аккаунте, именно это новый аккаунт мой. У меня здесь было всего лишь две ставки. Вот мы видим. Выиграли. Закрыто. Или проиграли. Все, три варианта. Потом мы видим, кто против кого играл и какой турнир. Ну и дата. Ну вот закрыт мы это. Я вам про него уже говорил. Да, там или отменен, или была ничья. И вот выигрышная ставка. То, что я поставил. Вы видите, да, маску. Еще раз говорю. Маску на шейкер арарную. Да, шейкер. И на пугну. И выиграл в итоге Мистикал на Эмбер Спирит и две коммонки. Теперь, смотрите. Чтобы нам было легче рассчитывать, мы просто мгновение переходим к плагину. Переходим к плагину. Я вам покажу на примере Google Chrome, но у других браузеров тоже есть эта тема. Смотрите. Например. Копируем адрес. Как делается она у Google Chrome. Google Chrome. Google Chrome. Нажимаем на эту кнопку. Переходим. Настройки. Расширение. Самый низ. Еще расширение. Поиск по магазину. Вставляем. Жмем Enter. Находим. Dota 2 Launch. Цены. Поставим. Жмем вставить. Добавить. Мы видим. Установило 2000 человек. 2200. То есть, в принципе, он проверенный. Проблем ни у кого с ним нет. Возвращаемся обратно на сайт. Переходим в профиль. Все. Смотрите. Ваш плагин теперь работает. Вы увидите вот это вот сообщение. Их можно закрыть. Они потом исчезнут. То есть, такие информативные сообщения. Там их штук, наверное, 10 будет. И потом они заканчиваются. Все. Закончились. Вот ваш плагин, который мы установили. Dota 2 Launch. Цены. Можно перейти в настройки. Что он делает? Он отображает у итемов, у предметов, да, ихние цены, которые берет он с Dota 2 Market. Мы можем выставить как доллары, так и рубли. Самое главное, снимите эту тупую галочку. Реклама в ваших предложениях. Убираем галочку и все. Также, видите, есть кнопка загрузить цены. Ну, это для обновления. Теперь смотрите. Переходим на главную страницу. Опа! А что мы видим? Теперь у всех предметов появилась цена. А до этого ее не было. Ну, поправочка. Бывают предметы, у которых нет цены. Это редкие случаи. То есть, такие предметы бывают. Вот тоже. Что-то такое вот Any, да? Это любой, любой из этих предметов. Видите, Set Any. Ну, вот мы видим стоимость 0.73 доллара. Можно выставить в рублях. Но мне на данном сайте гораздо удобнее в долларах. Переходим в профиль. История ставок. А? Видите, да? Что мы видим? Теперь мы видим цены, господа. Я вам плохого не пожелаю. То есть, теперь мы можем рассчитать. Давайте мы теперь глянем. Что я получил и что я поставил. То есть, сейчас мы посмотрим, правильно ли я говорил, как идет расчет. Переходим. Альянс против Вега. Мы видим, что за Альянс 1.5. Хотя у них было 2 с чем-то, когда я делал ставку. 1.5. Смотрим. Что я поставил? Я поставил 0.7 центов и 0.4. В итоге получается 11 центов. 11. 11 мы умножаем на 1.5. Подождите. 0.11 я умножаю на 1.5. Коэффициент наш. Вот он выделен. Равняется 0.16. 0.16. 0.16. Запомните. 0.16. 0.16. Считаем. Что я получил? 0.9 центов плюс 5. Так, подождите. 0.16. 0.16. 0.16. То есть у нас выходит в итоге 18 центов. Я ставил здесь по расчету 11, получил 18. Понимаете? То есть мы делали ставку на 11 центов, выиграли предметы на ставку на 18 центов. Спасибо, что обновил. Спасибо. Опять переходим. Ну, еще раз говорю. Кстати, у меня, скорее всего, плагин упал, да? Такой бывает. Еще раз говорю, что цены постоянно меняются, поэтому тяжело отрегулировать. Но в любом случае, вы видите, что я выиграл предметы только в плюс. Так, значит, все правильно мы рассчитали с вами. Так, мы сделали сделку, поставили, не сделку, а ставку поставили, да, на PR. И мы можем выиграть 18 центов. Это, в принципе, не хухры-мухры, какой-нибудь Мистикал может выпасть и так далее. Сейчас я уже без вас поставлю, опять же, на No Today. Тоже поставлю что-нибудь на них. Какие-нибудь коммунки. Вот видите, да, последние 30 ставок. Тоже ставят обычные вещи, да? Вот 0-4, 0-4. Они по-любому ставят на No Today, чтобы, ну, мало ли повезет им. Хотя, хотя команда Fire довольно сильная. Естественно, везде выиграла, выиграла, выиграла. То есть, то, что она выиграет, это будет, скорее всего. Хотя, вчера мне знакомый то же самое говорил про Vega. Когда Альянсы играли против Vega, и в итоге Альянсы выиграли Vega. Ну все, вроде я вам все рассказал. Самое главное. Давайте пробежимся быстренько по меню. Загрузить цены, это добавляет наш плагин, обновляет цены. Профиль, мы уже видели профиль. Вот он. Можно обновить профиль. Здесь количество ставок. Вот, количество ставок, победные ставки и репутация. Репутация ставит вам другие люди, которые с вами обмениваются. То есть, с кем вы имеете сделки. Также здесь берется аватар из вашего этого стима. Потом, идем далее. Ну смотрите, заблокированные пользователи вы можете блокировать при обмене, при ставках. Не при ставках, а при сделках. Можно путаться и ставки, и сделки. То есть, когда вы делаете сделки, да, с кем-нибудь, кто-нибудь вас достает там, вы можете просто заблокировать его. История торговли, это сделки у нас. История ставок. Потом, переходим в мои сделки, активные сделки. У нас сейчас их нету. Предложения, это когда мы другим людям отсылаем предложения. Типа, вот, кто-то выложил, что он хочет это за это, а мы ему выкладываем предложение. Типа, давай я тебе лучше дам это. Потом, наши ставки активные. Вот она активная. Теперь смотрите, когда вот я сыграл, да, мне вернули вещи, помните, я вам говорил, потому что один матч не состоялся. Потом вернули вещи за победу и новые итемы дали. Забирать итемы нужно здесь. То есть, мои ставки, возврат. Вот он, возврат. Нажимаем, request, return. То есть, запрос на возврат. И все, и вам просто то же самое. Бот присылает ваши итемы. Все очень просто. Дальше, закладки. Это когда вы, например, давайте сделаем так. Нашли какой-то обмен. Вот, человек сделал обмен. Нажимаем закладки. И все, мы увидим это в закладках. И очень важная страница. Вот. Поиск. То есть, здесь мы просто можем легко или найти нужный нам предмет. То есть, нажимаем, вот здесь появляется. Или выложить свой предмет и найти, кто ищет данный предмет. И уже ему можно будет продать. Ну, все, в принципе. Да, я вам показал все, что можно было. Сейчас я быстренько вспомню, все ли я вам показал. Так, это все посмотрели, посмотрели. Да, все. Ставки, про ставки я уже вам все сказал. Предметы. Что можно сменить команду в любой момент. Опять же, я давал совет, что лучше всего ставить недорогие вещи на команду, у которых, ну, маленький процент победы. Потому что вы можете, ну, вдруг им повезет, вы можете выиграть хорошие предметы, которые гораздо дороже стоят того, что вы поставили. Теперь самое главное, давайте разберем, какие могут быть проблемы во время работы сайта. Я из памяти сейчас попробую вспомнить самые распространенные. Ну, и начнем с самого начала. Во-первых, нам нужно открыть профиль. Давайте я вам быстренько покажу, как это делается. Инвентарь, заходим в инвентарь, потом предложение обмена, а кто может отправлять, редактировать настройки приватности. Инвентарь видим, ставим открытый, сохраняем. Все, первый вопрос мы решили. Бывает такая ситуация, даже при том, что открытый инвентарь, бот все равно не может предложить обмен. Что для этого нужно сделать? Заходим в инвентарь, потом предложение обмена, кто может отправлять мне предложение. И создаем новую ссылку, потом ее копируем. Это только когда у вас с этим проблема. Копируем ее, вставляем, change, вставляем change. Все эту проблему мы решили. Теперь, смотрите, что у нас дальше. Как я уже говорил, бывают такие ситуации, когда матч не состоялся или когда была ничья. Вам тогда вещи вернут. Когда большая нагрузка на сервер, в первую очередь когда большие турниры, интернешнл, вы, например, поставили на какой-то матч, команда выиграла. Вам должны были дать вещи, но их пока не дают. Почему? Потому что боты нагружены. Нужно просто ждать. Ждите, вам в любом случае вещи вернут. Но, смотрите, если вам долгое время не возвращали вещи, свяжитесь с службой поддержки этого сайта. Она всегда помогает вернуть вам вещи. Далее. Бывает такая ситуация, когда вы, например, выбрали команду, матч. Выбрали матч, команду, да. И нажали, нажали, сделать ставку. Вам сообщается, типа, все боты заняты. Или боты не могут там подключиться к сети Steam, бла-бла-бла. Здесь можно только ждать. Потом это будет все работать. То есть чуть позже, там минут 5-10-15 подождать. Так, что у нас здесь еще? Что же еще у нас? Кстати, я сделал ставку. Первую мы вместе с вами сделали. Я поставил на PR. А здесь я уже поставил на FIRE. То есть на выигрышную. Но я поставил такие подороже. Потому что здесь я уверен, что выиграет FIRE. Ну, проиграть так проиграй, ничего страшного. Но если выиграю, Мне дадут итемы на 34 цента. В принципе, неплохо для начала. Пойдет. Так, смотрите. Что у нас еще может быть? А, опять же, может быть проблема, если у вас не активирован Steam Guard. То есть это в первую очередь относится к новым аккаунтам. Если вы не активировали его, активируйте. То есть нужно открыть Steam. Там просмотр, настройки и управление. Настройками Steam Guard. Там нужно его активировать. Потом, что-то еще хотел сказать. Сейчас, секундочку. А, когда вы выиграли, например, когда переходите в мои ставки, у вас здесь много итемов. Смотрите, бот, он, по-моему, сколько я помню, за раз максимум может отдать вам 5 вещей. То есть если я сейчас нажму запрос на возврат вещей, да, у меня здесь сколько их, 7, сразу 7 мне не вернут. Вернут 5, потом другой бот вернет 5 и так далее. То есть боты максимум возвращают 5 вещей. То есть вам просто разные боты могут возвращать разные вещи. Это нормальная ситуация абсолютно. Вот, 2 активные ставки, 7 часов и 9 осталось. Ох, что же еще может быть у вас за проблема? Да, в принципе, все. Мы все рассмотрели. Да, это самая популярная проблема, которую я только видел. Если что, вы уже мне маякнете. Ну что ж, давайте тогда уже прощаться. В комментарии обязательно напишите, делали ли вы раньше ставки и будете ли теперь делать ставки? Я вам скажу так о себе. Это офигенные вещи. Смотреть матчи и турниры становится гораздо интереснее. Не просто болеть, а болеть за команду и за свою ставку. Так что пишите в комментарии, делали ставки и будете ли вы делать после этого видео? Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!